Крупный план Безалкогольный на полках федеральных сетей Это так? Ну, если приятно думать, что четвертая власть Наконец оказала магическое действие На торговые сети Это правда абсолютная То есть первая власть прилетела Мы наезжали, наезжали, наезжали на магнит Магнит начинает Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу Начинает исправляться Они расширили матрицу То есть там вместо четырех занюханных бутылочек Где-то внизу будет десять Безалкогольного вятича Конечно, пятнадцать Но самое главное, пятерочка магазины Я ездил в Нижний в четверг, по-моему, на той неделе 21 января на всех полках 160 магазинов Кирова и Кировской области Появляется зеленая безалкогольная, естественно Со свистом, грохотом Она установится на эти полки Мы это отметим в рекламе Мы поможем кировчанам найти зеленая безалкогольная в пятерочке А об этом есть договоренность, естественно, с самой пятерочкой Следующая на очередь Это магнит, который Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу Опять же Расширяет матрицу Это уже точно совершенно Плюс То есть вместо четырех сортов Там, по-моему, десять уже сейчас И плюс Есть надежда на то, что Одумаются окончательно И зеленая безалкогольная Тоже встанет на полки магнита Но оптимистично ждать этого в марте То есть в конце января поставить пятерочка Еще месяцок дадим магниту подумать, походить И в марте спокойно магнит поставить То есть речь идет именно о магазинах, которые на территории Кировской области Только и исключительно Именно потому что зеленая безалкогольная 31, короткий срок годности Можно реализовывать у нас Да, дело в том, что 31 срок Прекрасно совершенно Это действительно в пределах области гарантировано Дальше это очень сомнительно, что будет идти Хотя есть какие-то мысли Потому что до Ижевска, допустим, четыре часа езды Теоретически, если быстро, хорошо организовать Там, если логистика Но там проблемы с распределительными центрами Есть проблемы с самой торговлей То есть это вопрос уже следующего этапа Мы говорили как-то в прошлый раз на тему того, что Вячич в любом случае пойдет в регионы Я очень надеюсь, что вместе с Вячем пойдет вообще вся Кировская пищевка Это вот та тема больших магазинов, о которой мы говорили Говорим и будем говорить Потому что я абсолютно уверен, что в итоге Одна из крупнейших критерийских сетей в Кирове и завод Вяч Они придут к соглашению Мы найдем еще партнеров в этой программе И кировские товары, они обнаружатся достаточно быстро Обнаружатся по всему Привозовскому федеральному Я надеюсь на это Ну, пока это на уровне разговоров, мечты и так далее Вот А с чем связано вот это вот изменение в отношении к вам со стороны пятерочки магнита? То есть это история Именно дожали, додавили эфирами Или все-таки мы говорили про качество? С магнитом я думаю, что мы додавили его Вот у меня есть такое подозрение все-таки Что что-то сдвинулось именно в понимание того, что мы будем приводять усилия для того, чтобы заставить поставить себя Не знаю, насколько это эффективно, насколько это длительно, насколько это качественно Но результат есть А в пятерочке, насколько я понимаю, они просто-напросто заинтересовались качеством продукта То есть короткий срок, нет аналогов на рынке никаких То есть нет, для зеленого 31 безалкогольного никаких аналогов на рынке не существует Она уникальна для Кирова и Кировской области Плюс пятерочка, как все торговцы, они смотрят тут же на данные продаж Они у них есть по Кирову и Кировской области Они видят, что товар продается, товар обеспечивает оборот Товар идет очень хорошо Они готовы его взять Взять, они возьмут его на 3 недели на пробной продаже Но 99,9% в периоде, что, во-первых, они увидят результат, который интересует их Во-вторых, они поставят это уже на постоянную практику Все, то есть с пятерочкой, я думаю, что мы сработались Я думаю, что мы двинемся дальше Ну, магнит мы ждем теперь марта приблизительно Пятерочка, конец января, магнит примерно марта Я напомню, да, мы в прошлой программе говорили о том, что зеленые безалкогольные Сразу на две аудитории там сработало, да, условно говоря На тех, кто помнит безалкогольное пиво времен СССР Единственный момент какой, то есть вот как раз с утра мы говорили с технологией Мы, скорее всего, уменьшим степень карбонизации То есть количество пены До минимума вообще, которая может существовать по ГОСТу в принципе Потому что единственное нарекание, которое я слышал По количеству пены все-таки чуть больше, чем в Советском Союзе, да То есть тогда-то все привыкли к одной консистенции Сейчас немножко другая Это, ну, это технический момент, он исправляется очень легко В остальном, ребята, которые помнят СССР, они говорят О, это то, что было тогда, отлично А люди помоложе, которые, наоборот, плохо помнят СССР Они просто устали от всего того, что так много сейчас этого и дешевого Они хотят нормального качества Ну, нормальное качество они получают, они переходят как раз на эту разновидность напитка Соответственно, у нас две аудитории, они растут Потому что область перерастает медленнее, чем город То есть, и пока я вот сегодня с утра смотрел как раз цифры продаж Ну, они радуют Они абсолютно радуют То есть, я чувствую себя прекрасно Я думаю, что до лета, то есть до марта-апреля Эта марка, она продолжит свой рост Я так понимаю, что вы планируете расширять линейку Без алкогольного зеленого или не зеленого? Нет, скорее всего, это будет 31 по-прежнему, эта цифра будет стоять То есть, срок короткий Да, с коротким сроком, реализуемое только здесь Но мы сделаем его легче То есть, это, скорее всего, будет летнее То есть, рабочее название пока такое Легче в каком смысле? Ну, плотность Ну, как сказать? Ну, плотность в первую очередь Плотность в первую очередь изменится То есть, это будет более легкое, более питкое, безалкогольное, конечно же, пиво То есть, и оно естественнее употребляется Потому что, ну, тяжелая плотность у человеку как бы трудновато, да, большой объем А здесь, когда оно легкое, менее плотное, то люди с удовольствием берут больше Безалкогольного пива Да, естественно Ну, и второй момент, вот тот, который мы как раз с утра обсуждали Технически он оказался очень сложным Мы хотим вернуть на рынок трехлитровые упаковки То есть, по-моему Их сейчас нет И они запрещены Они запрещены Значит, естественно, мы не собираемся хитрым способом обходить закон То есть, трехлитровых бутылок самих по себе не будет Но мы возьмем, объединив в одной упаковке две полутора литровые Снизим цену на этот объем То есть, дешевле будет Оптом дешевле Да, совершенно верно То есть, дешевле будет покупать две упаковки по полтора, чем... Отдельно их покупать Плюс, ну, мы придумаем креативную, интересную упаковку Но все упирается в саму упаковочную систему То есть, та упаковочная система, которая стоит у нас Она не позволяет объединять их То есть, у нас вариант Лежим мы за... Ну, приличные очень деньги закажем в Германии Но там вопрос даже не в деньгах А во времени Поставки Да, времени поставки Это пять Четыре-пять месяцев Плюс монтаж Плюс все остальное А хотелось бы... Это к лету уже сложно А хотелось бы летние 31 Все-таки, безалкогольно Увидеть К марту Уже Увидеть к марту? Да, увидеть на прилавках к марту Потому что, скорее всего, у нас войдет в практику Скорее всего, войдет в обычай, в обыкновение, в привычку Каждый из сортов мы будем сопровождать рекламной кампании Не для того, чтобы просто показать продукт Да, это... Просто показать это неинтересно А объяснить кировчанам, что это С чем это едят Почему оно такое Чем это хорошо Почему летние, это летние Почему летние безалкогольные Это летние безалкогольные 31 То есть, я надеюсь Это, опять же, вопрос упирается в технику Не знаю, как мы будем решать Это пока не ясно Если нам это удастся То в конце марта, я думаю, что мы увидим То есть, может быть, мы даже пойдем по более простому пути Мы просто выпустим в обычный тарь Летние безалкогольные 31 В обычный тарь А вот эти сдвоенные бутылки отложим на позже Ну, посмотрим, как оно пойдет Хотя мне идея трехлитрового Кстати, новая упаковка нравится чрезвычайно Это красиво, интересно И самое главное для потребителя Это выгодно и прикольно Удобно Да, удобно Еще одна новость от Вятича Опять же, возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили в наших программах Это юбилей Карла Отто Шнейдера Ну, юбилей у нас будет в следующем году В следующем году, да Но вы определились с датой, когда предприятие начнет работы по созданию памятника основателя завода Да, то есть мы определились с датой, когда мы, наконец, эх, скажем Мы говорят, вот с этого момента мы начинаем делать Но на самом деле вы начали работать раньше Нет, эскиз памятника есть Почему? Потому что Шнейдер появится еще раз на этикетке премиального сорта Безалкогольного Он появится в следующем году Это уже обсуждено гарантированно 100% Это будет продукт высокого качества Крайне высокого Соответствующий крайне высокой ценой Безалкогольный Безалкогольный Это действительно премиально И я видел эскизы этикеток Видел эскизы плакатов Я, это будет сделанный под Все-таки это поставщик двора императорской величества На самом деле был Вот это примерно и будет русский имперский стаут Безалкогольный, шнейдеровский И я... С профилем Шнейдера или не с профилем Шнейдера на упаковке? Нет, там полноценный портрет Как это будет выглядеть? Ну вот мы можем какой-то аналог привести? Ну, Шнейдер сидит с бокалом, с кружкой, я не знаю, с чем-то, да Понятно Значит, это такой будет небольшой какой-то значок, эмблема какая-то, да? Ну, этикетка Да, конечно Но самое главное в том, что я еще думаю, я предполагаю, так у нас получится Что сам по себе Шнейдер станет для Вятича тем же самым, что полковник Сандерс для КФС То есть вот такая же эмблема фирмы, такой же, грубо говоря, ну, причем грубо, просто говоря, амбассатор бренда То есть не будем искать каких-то суперзвезд, там еще что-то, которые будут рекомендовать Будет просто Шнейдер, ему 150, немножко разбирается в пиве безалкогольном, плюс он немец То есть качество заложено немецкое, вот у нас, поставим памятник, эскизы, я видел тоже смешные всякие Да, про памятник мы говорили И 13 января мы, наконец, определимся с памятником, то есть где, чего и как примерно То есть 13 января будет определено место окончательно Да, да, и место, и концепция самого, как мы это будем делать, что мы будем делать То есть памятник Шнейдеру у нас в следующем году встанет То есть мы можем совершенно точно говорить следующее Мы запустим летнее 31 безалкогольное Мы запустим безалкогольный русский имперский стаут Это премиальный сорт со Шнейдером Мы найдем, кстати, сегодня мой разговор с утра с таксистом был Потому что когда обнародовали ему стоимость этого русского имперского стаута Безалкогольного Да, он слегка расстроился Я говорю, ничего страшного, мы найдем способ сделать так, чтобы Большинство кировчан имели возможность его и купить, и попробовать Уменьшим тару, сделаем что-то еще Начнем предлагать на экскурсиях, выдумаем акции, все, что угодно Но значительная часть людей, они попробуют Причина очень проста Мы не заработаем на русском имперском стауте безалкогольном Почти ничего, я думаю Но попробовав раз, ем и сейчас То есть это такой имиджевый продукт Это имиджевый продукт, потому что все разговоры на тему того, что вятич это низкокачественные Они исчезнут Не, не сразу, не сразу То есть там будут, это будет длиться, я думаю, год, два-три, по крайней мере Но вот с выпуска русского имперского стаута безалкогольного У нас начнется чуть-чуть другое время И с появлением Шнейдера Ну вот я примерно так предполагаю Эскиз памятника уже готов Да, он готов, может быть мы его обнародуем сразу после Нового года Я лелею мечту, что Шнейдер успеет поздравить кировчан с Новым годом Да, мы говорили об этом Да, как это будет, где это будет, что это будет, я пока не знаю Да, Нового года, кстати, все меньше времени остается Совсем мало, я думаю, что мы буквально на следующей неделе все это доделаем и попробуем запузырить И рассказать Ну, рассказать И рассказать в эфире Правда же? Конечно Да, как это будет Хорошо, у продукции появится свой уникальный, опознавательный, узнаваемый знак Да Да И, кстати, о знаках Вот, насколько я понимаю, на прошлой неделе, 14 декабря 14 декабря, да Вятский квас получил таки, да, награду Получил эту награду, конечно же, не сам Варку года Да, не сам Вятский квас, а Илья Николаевич Курагин, который поднялся Впервые, сейчас вот это пафосное, имеет смысл завернуть этот пафос Потому что это был первый кировчанин, как первый человек в космосе, да Также это был первый кировчанин за всю историю этой марки года Этого конкурса Этого конкурса, да, марки номер один в России, да Вот, который получил этот знак за кировский товар, кировские продукты Он бодро и свежо поднялся на сцену Кремлевского дворца Я смотрел видео, просто прекрасно совершенно отговорил этот текст Где это видео можно посмотреть? Оно выложено, вот будет в течение буквально часа-полтора На сайте Нет, не только заводской, там несколько СМИ кировских взяли Вот, мы выложим это видео сейчас И можно будет посмотреть, насколько это качественно и хорошо сделано Мне понравилось это, понравилось, что простыми ясными словами он донес просто то, что надо было нанести Но самое главное, опросили 2 миллиона человек 2 миллиона семей Так, это люди голосовали как раз вот за товары, которые избираются в марки года Обычная реакция кировчан, когда они видят, что кто-то получил премию Они говорят, сколько заплачено Сколько, ничего не заплачено Ну и не только кировчане, между прочим, многие так говорят Да, значит, ничего не заплачено было за саму премию Повясню То есть появляется письмо на тему того, что вы выиграли Вы выиграли просто А в этом опросе первое место заняли вы Все С этого момента у нас появляются два бонуса То есть это фактически награждение Оно должно быть в эфире новогоднего как раз канала И самое главное, на всех этикетках нашего класса появляется значок Магонародная марка, номер один в России и все То есть с этим значком мы теперь будем жить Как из грамоты, точнее, это не грамота, это из стекла Сертификат какой-то Это не сертификат, это здоровенная совершенно эмблема, которую Илья Николаевич уже повесил в приемной вятище Мы знаем, это примерно выглядит, кругленькая такая Не, кругленькая, но она еще в какой-то оправе квадратной, еще что-то Ну, короче, кто хочет, в приемную вятище зайдешь, там на левую голову повернешь, она висит на стене То есть так же, как вятский класс украшает Кировскую область, эмблема украшает приемную вятище Вот, абсолютно радостное событие, причем самое интересное Все-таки под патронажем Минпромторга и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Это конкурс проводится в марта года Да, конечно, конечно То есть, ну, с политической точки зрения мы понимаем, что по-прежнему все хорошо У вятского класса, и по-прежнему вятский класс это стратегическое предприятие Владимир, что вы имеете в виду стратегическое? Я объясню То есть влияние не на экономику, не в прямых продажах, не в сумме, не в объеме А в том, что это локомотив импорт-замещения получается То есть, это предприятие, которое демонстрирует, как мы можем все-таки находить способы реализовывать свои продукты То есть, производимые сами То есть, мы сами это производим и сами это реализуем Это достаточно интересно Мы по-прежнему оказывается в фаворе, как бы, у Москвы Все замечательно с этим делом То есть, и это премия прекрасное подтверждение того, что все правильно Эти 2 миллиона человек, которые определяли вятский класс как марку года в 76, по-моему, там, да, регионов страны Регионов больше, но почему-то в 76 мне такую цифру присутствует 76 Как это происходило? То есть, это люди просто голосовали, выходили, да? Ну, то есть, опросчики какие-то ходили, я так понимаю Это какие-то рассылки, это какие-то телефонные звонки Честно, вот честно, положа руку на сердце, я могу сказать, что... То есть, они перед вами не отчитывались? Нет, они не отчитывались, как они получали эти данные, потому что они их получают там 10 или 20 лет И когда я попросил адреса агентств, которые все это проводили, они сказали Ребята, зачем вам это? У нас прекрасная репутация, вот наши партнеры, мы сами это делали Вы не доверяете нам? Я говорю, нет, мы доверяем вам Ну, действительно, мне как бы... Вы удивились, когда письмо-то получили? Знаешь, я удивился, я подумал, что... Сначала я просто подумал, что это жулики Вот банально, я всегда... Развод какой-то Нет, как всегда, когда появляется что-то похожее, я сначала думаю, кто-то хочет заработать у меня У меня взять немножко денег Но потом, свяжавшись с ними, посмотрев на все материалы, свяжавшись с их партнерами Мы абсолютно правильно поняли, что да, эта овчинка стоит видевок и в этом необходимо участвовать То есть, поэтому Илья Николаевич собрался, ноги в руки, поехал в Москву и там, в этом Кремлевском дворце Ну, первой... Поручил награду Первый кировчанин в космосе, я считаю Первый кировчанин в космосе, это хорошо Видео можно будет посмотреть в интернете, видео есть, есть, там можно будет послушать Все, едем дальше В этот четверг вы, Владимир, будете присутствовать на пресс-конференции президента Владимира Путина Обязан, я обязан присутствовать Теперь же вы будете присутствовать в Москве Тем более, что я был аккредитован, все замечательно Все, подтвердили Да, мне пришлось сегодня письмо, но узнал я об этом уже в 5 вечера То есть, да, аккредитован, да, в 12 часов начнется пресс-конференция Как, удастся ли задать вопрос, это как ляжет карта, однозначно То есть, совершенно невозможно предсказать поведение Владимира Владимировича, невозможно То есть, есть бредовая идея о том, что там люди заранее, кто-то еще что-то Вот те, кто входит в кремлевский полу журналистов, тех, кого вызывает Песков Ну, 99,9% что он их спросит Ну, просто это отобранные люди, фактически официальные СМИ Он позволит им выступить, позволит задать вопрос Но все остальное, а учитывая, что в кремлевский полу-то, ну, человек 15, может быть А вопросов будет примерно 60, ну, анонтировочно То есть, соответственно, остальные 45 вопросов Вот, они находятся целиком и полностью в ведении Владимира Владимировича Путина И, как мне говорили несколько человек из администрации президента Никакой возможности заставить или уговорить или подсказать Владимиру Владимировичу направление движения не существует А возможности как-то там ярко засветиться, ярко выступить? Вот что... Владимир, вы что-то готовите? Ну, конечно, конечно Ну, у меня же всегда существует в голове колода каких-то вопросов, да? Нет, я не про вопросы сейчас Как Владимир Владимирович на вас внимание обратит? Нет, я очень извиняюсь Мне хватит таблички Таблички, как-то Мне хватит скромной большой таблички Вот, как бы Все, блин, больше ничего не надо Потому что нет, там люди в танкистских шлемах Я помню, да В каких-то костюмах потрясающих, там, с какими-то гигантскими флакатами, там, с криками с места, там, еще что-то, еще что-то, ну... Этого не будет? Нет, этого не будет, во-первых, я старый больной человек, то есть мне подпрыгивать там... Да ладно, не скромничайте Ну, 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 у меня есть скромная табличка «Вятский класс», вот я с ней аккуратненько сяду, аккуратно ее подниму Ну, а там дальше, насколько Владимир Владимирович настроен, как бы, поинтересоваться судьбой предприятия, в которые он столько, на самом деле, вложил, вот мы и узнаем Вопрос тот, который планируется задавать, чего будет касаться? Он будет касаться форматов существования ВЯЧ, как на международном рынке, так и, естественно, на российском Возможно, еще что-то, еще что-то, еще что-то Я уже как-то объяснял, Владимир Владимирович Да, мы в прошлой программе об этом, по-моему, говорили Да, мы говорили о том, что нельзя, нельзя подтачивать, вот жестко затачивать вопросы Почему? Потому что надо смотреть на настроение зала, то есть атмосферу общего Надо смотреть на настроение Вадима Владимировича, потому что тоже очень много зависит Вот настав ли тот момент для этого самого вопроса, неизвестно, да? Вот, плюс, то есть в тот момент, если тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу повезет и я получаю микрофон То вопрос задается именно такой, на который он ответит Ответит хорошо, качественно, и самое главное, вот критерии центральной всей моей деятельности Это эффект То есть если этот вопрос будет иметь эффект Причем вот тут много составляющих Он может иметь эффект для Вятича, понятно. Он может иметь эффект для Кировской области. Для региона. Да, конечно, для региона. Он может иметь общий какой-то эффект, общий экономический. В политику, честно говоря, не хочу соваться в принципе, потому что я слишком хорошо понимаю, как там все делается. Но вот несколько этих вопросов. Я не буду их дотачивать до того, что репетируют 20 раз. Сейчас я задам, нет ничего похожего. Я попаду в ситуацию, я увижу, как она складывается. И если повезет, я просто озвучу то, что лежит на поверхности. Вот и все. Ну вот она общая канва, да, получается. Речь пойдет о продвижении предприятия, продукта вятского кваса в российском формате и международном. Причем, если мы говорим о международном, то тут даже не только о Кировской области можно говорить, а возможно вообще о всех местах локальных производителях. Дело в том, что есть российский формал. А есть формат международный, то есть выход за пределы Российской Федерации. То есть и то, и то крайне интересно. И там, и там есть возможность льдороста, там очень основательные. И насколько удастся, ну, так устроена наша жизнь, наша страна, что если это услышит президент, если это будет возможность задать вопрос ему, то это сработает. Это сработает. Возрастное ограничение пресс-конференции Владимира Путина. А, на пресс-конференции Путина мы говорили, я думаю, как... Об этом будете задавать вопрос? Смотри, значит, это весенние недоразумения, которые там вокруг Вяча, все это, суета вокруг рояля, вот, у этих товарищей. Значит, пока публично им не озвучивается, ничего не происходит, какие-то следственные действия ведутся, но обвинение не предъявлено. Ну, это, ну, то есть, по-прежнему релиза не установлена, да? Вот. Я не хочу касаться этого вопроса. Если о нем вдруг не получится так, что будет осадомлен сам президент. Если он задаст этот вопрос? Если он задаст этот вопрос, конечно. Вот если он задаст этот вопрос, как там у вас дела и что... Что-то я там слышала. Что-то я не слышала, в РБК читал. Ну, мне придется объяснить, да. Совершенно верно. Потому что, кстати, вот РБК, коммерсант, я очень удивлен этим. То есть, крупные деловые СМИ издания. Да. Но я очень удивлен. Ну, это чистая правда. Ну, не каждую неделю, но неделю через неделю мне обязательно пишет там, коммерсант, интерфакс. Вот сегодня с утра писал интерфакс. Вот. А тема того, а нет ли новостей по вашему делу? А как вы относитесь? А решение Верховного суда? А что происходит? А как вы можете прокомментировать? Я отвечаю, что пока нет движения, у меня нет информации. Мы ждем там и так далее. Ну, вот и вся ситуация. Мы по-прежнему спокойно ждем. У нас есть время. У нас абсолютно чистая, на самом деле, незапятненная ничем репутация. У нас нет никаких реальных претензий ни с чьей стороны. То есть, мы подождем, пока как бы естественным путем, видимо, все-таки завершится. Тем более, что, если я правильно помню, предложение о том, чтобы декриминализировать 193 статью Прим, по которой произошли весенние эти посиделки. Вот. А она внесена, по-моему, Минпромторгом как раз еще кем-то. А Шохин, российская дорогая промышленная палата, тоже на тему того, что 193 надо закрывать. РСПП, по-моему, все-таки. Да, РСПП, РСПП, да, 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 совершенно правильно. Так вот, и Шохин, и Минпромторг, они говорят об одном и том же, что Сиванов, что Шохин, то есть, надо закрывать. То есть, в итоге, многие месяцы работы кировских доблестных вот этих следственных органов, они окажутся бессмысленными, потому что статью отменят. И мы с удовольствием, я думаю, пожмем друг другу руки. То есть, опять, дело в том, что мы поддерживаем же ветеранов ФСБ по-прежнему, поддерживаем полицейские ассоциации, поддерживаем ветеранов. То есть, мы всегда, как бы, были в хороших отношениях. Но вот я думаю, что это все закроется. И как недоразумение забудется. Да, 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 ну, просто какая-то неудачная чья-то шутка. Ну, тот человек, который помог нам организовать эту шутку, я думаю, он оценит результат. Ну, это, я думаю, что вопрос уже следующих наших эфиров, наших программ. Мы будем надеяться, что я вернусь все-таки со счетом, если они на счете, да? Ну, конечно, да. И мы еще встретимся еще в итогом пресс-конференции, конечно. И вот в этом случае это будет прекрасно совершенно. Да. Ну, а пока вятский квас, зеленый и безалкогольный. 31. 31, да. Благодарю Владимиру Маматова, пресс-секретаря завода Вятич. Время наше заканчивается. На этом программа крупный план завершается. Да, все, Аня, спасибо большое. Радиослушателям привет. До свидания. Крупный план.